Реки Ики 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 Реки Ика находится на юго-востоке Перу. Он был заселен людьми еще с древних времен. Считалось, что первые поселенцы появились здесь более 10 тысяч лет назад. Тут когда-то процветали традиционные индейские культуры – Ика, Наска, Чинча и Паракас. В 1563 году сюда прибыли испанцы. Вице-король Перу Херонима Луис де Кабрера основал нынешний город Ика, столицу одноименного района. Его прямой потомок, профессор медицины Хавьер Кабрера-Деркеа, был одним из самых уважаемых в стране людей. В 60-е годы прошлого века он занимал пост декана медицинского факультета в Университете Лимы и являлся создателем медицинской кафедры в Национальном университете Ики. В 1966 году Кабрера исполнилось 42 года, и он получил от своего друга детства Феликса Иоса В подарок на день рождения небольшой камень со странным изображением. Рисунок явно напоминал кистеперую рыбу. Заинтересовавшись происхождением этого артефакта, профессор вскоре приобрел еще несколько древних камней с гравировками. То, что он увидел, потрясло его воображение. Как профессиональный хирург он сразу понял, что изобразил древний художник. Это были операции по трансплантации человеческих органов. Кабрера начал активно собирать и коллекционировать необычные камни. На одном из них он распознал прибор, явно напоминающий устройство для переливания крови. Между прочим, Кабрера был замечательным человеком. Он был хирургом по профессии, помог многим индейцам, делал им хирургические операции. Совсем бесплатно, потому что у бедных индейцев не было денег. Зато индейцы приносили ему камни все больше и больше. Да, Кабрера знала о существовании подделок, но кроме фальшивок были и подлинные, действительно, древние гравюры. Когда артефакты стали известными, то некоторые местные умельцы начали вырезать их небольшие подобия для туристов. Эти сувениры так сильно отличались от настоящих древних камней по размеру и рисунку, что разница была видна невооруженным глазом. Однако сам факт их появления стал удобным поводом объявить подделкой сразу всю коллекцию. Споры о подлинности камней Ики разгорелись еще сильнее. Весной 1967 года доктор Кабрера отправил 33 предмета, среди которых были камни с изображениями доисторических животных, на экспертизу в лабораторию в столице Перу, Лиме. И в июне получил официальный ответ, очень похожий на тот, который за пару лет до этого был дан по поводу находок профессора Аугуста Кальво. Первое. Камни представляют собой андезит. Это андская разновидность гранита, обкатанного водными потоками. Второе. Плотность камней значительно выше, чем обычная плотность гальки той же породы, известной в бассейнах местных рек. Третье. Все камни, включая линии гравировки, покрыты естественной оксидной патиной. Четвертое. Следы гравировки не имеют сколов или неровностей. Это свидетельствует о том, что камни были захоронены почти сразу после изготовления, то есть не использовались в быту. В январе 1969 года выводы перуанских ученых подтвердили их коллегии из Бондского университета. Таким образом, из двух различных лабораторий были получены два по существу одинаковых заключения. Оксидная пленка покрывает всю поверхность камней, в том числе и внутри гравированных борозд. Это однозначно свидетельствует о том, что гравировка имеет древнее происхождение, иначе патина была бы счищена резцом. Значит, крестьяне действительно находили камни, а не изготавливали их сами. То есть, этим людям гораздо проще пойти, грубо говоря, на свою делянку, вот, искать несколько погребений, нежели заниматься фальсификацией древних артефактов, которые, тем более, не имеют особого спроса. Потому что на черном антикварном рынке, который сейчас существует в новом свете и в Европе, прежде всего, я говорю про перуанские древности, ценятся ткани, керамика, изделия из золота и бронзы. Камни, как древние артефакты, поскольку они, прежде всего, не призн, а официальной науки, особой ценности не имеют. Значительная часть древних камней, в отличие от современных имитаций, которые обычно легко умещаются в руке, имеют размеры футбольного мяча. Отдельные экземпляры достигают полутора метров в высоту и весят до 500 килограммов. Такие крупные изделия вообще невозможно изготовить кустарными методами. Даже для перемещения подобных глыб нужна строительная техника. К тому же имитировать естественное окисление поверхности камней искусственным путем, да еще в сельских условиях, невозможно. Камни ики были выставлены в музее как подлинные произведения древней культуры и в середине 70-х годов стали настоящей сенсацией. Вскоре весь мир узнал о них благодаря знаменитому швейцарскому писателю и исследователю Эриху фон Деникину. Я был очень хорошо знаком с доктором Кабрерой. Мы с ним даже подружились. И доктор Кабрера говорил мне, Эрих, сейчас существует много подделок. Он сам однажды привел меня к одному из фальсификаторов, который жил примерно в 30 километрах от Ики. Звали его Базилио Учуя. Он брал мелкие камни и, обмотав ладонь платком, делал на них борозды сломанной пилой. Потом он бросал эти камни в костер, в раскаленные угли. Камни слегка темнели, на них появлялись трещины, а потом он продавал эти камни туристам. В мире сегодня продаются миллионы уменьшенных копий древних артефактов. К примеру, в туристических зонах Египта можно на каждом шагу купить маску фараона Тутанхамона или бюст царицы Нефертети. Но ведь на этом основании никто не берется утверждать, что оригиналы этих шедевров, хранящиеся в музеях, на самом деле являются подделками. А вот в случае с камнями Ики, небольшого количества грубых подделок оказалось достаточно, чтобы начисто отрицать подлинность всех перуанских находок. Я был у него лет 20 назад, вместе с тогдашним шефом конструкторского отдела НАСА Джоном Блумрихом. И Блумриху разрешили взять с собой в лабораторию НАСА для анализа два камня. Один оказался подделкой, зато второй был подлинным. Под электронным микроскопом сразу было видно все. У подлинника были борозды, а на самом камне за все эти тысячелетия наросло нечто наподобие патины, такое поблескивающее тонкое покрытие. И это было видно под мощным микроскопом. И патина покрывала борозду, борозда была под ней, а у подделок не было никакой патины. То есть у Кабреры были и поддельные, и настоящие камни. А среди подлинников и тот камень, на котором изображен индеец, смотрящий в небо через телескоп, а также тот камень, на котором изображены разные стадии хирургической операции на сердце, как вынимают сердце и заменяют его другим. Это действительно подлинные камни. А другие, на которых якобы библейские сюжеты, это все подделки нашего времени. Если эти камни подлинные, значит, когда-то, еще задолго до Колумба и Галилея, у индейцев были телескопы, и они могли делать операции по пересадке сердца. Наука явно не была готова к таким невероятным новостям. Но больше всего поражали ученых композицией с динозаврами. На них доисторические ящеры, нарисованные неизвестными художниками, мирно соседствовали с человеком и даже использовались как ездовые животные. Были даже сцены, где с помощью подзорных труб пилоты летательных аппаратов наблюдали за динозаврами. Этот камень хранится в музее аэронавтики в Лиме. Но ведь динозавры, по нашим представлениям, исчезли за 60 миллионов лет до появления человека. Кто же тогда изготовил эти артефакты, и каков их возраст? Там какие-то сумасшедшие вещи. На подлинных камнях видны изображения людей рядом с динозаврами. Но наша антропология гласит, что люди никогда не жили в одно время с динозаврами. Между ними промежуток в 60 миллионов лет. Как же такое могло быть? Кстати, я видел и на металлических пластинках у Падре Креспи в Эквадоре рисунки динозавров вместе с людьми. Мы не понимаем этого, не можем этого постичь. Это не вписывается в рамки антропологии. Тогдашние люди уже слышали что-то о динозаврах, или это рисунки намного древнее, чем мы думаем. Неужели человечеству на самом деле миллионы лет? Я этого не знаю. Я знаю только то, что на камнях у Кабреры люди изображены вместе с динозаврами. И даже верхом на динозаврах. И у Падре Креспи в Эквадоре были металлические пластины с изображениями людей рядом с динозаврами. Между прочим, фигурки динозавров встречаются и в Мексике, в музее города Акамба. Там в 1944 году исследователем Вальдемаром Джульсрудом были найдены десятки тысяч глиняных статуэток. Значительная их часть также изображала динозавров и еще каких-то неизвестных зоологам животных. Конечно, вся эта коллекция тут же была объявлена поддельной. Единственным доводом скептиков было то, что всегда произносится в таких случаях. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. С тех пор и научные, и популярные издания называют мексиканскую коллекцию фальшивкой. Главным аргументом этих публикаций по-прежнему является то, что в истории нет такого периода, когда человек жил рядом с динозаврами. И несмотря на этот приговор, интерес к статуэткам Акамбара и камням Ики не угас. О них пишутся книги, снимаются фильмы. Дискуссия о подлинности камней и изображенных на них сцен вышла за пределы Южной Америки. И по своей интриге стала напоминать авантюрный роман. В 1974 году известный французский исследователь и писатель Робер Шару издает книгу «Загадка Ант», большую часть которой посвящает камням Ики, которые он называет «Библиотекой Атлантиды». Профессора Кабреру Шару объявляет крупнейшим первооткрывателем не только века, но вообще всех времен. Робер убежден, что человечество на многие миллионы лет древнее, чем принято считать, и что камни Ики являются прямым доказательством этой гипотезы. Книга моментально становится бестселлером. Крупнейшие газеты отвечают подробными рецензиями и обширными интервью с Хавьером Кабрерой. На этом фоне аргументы скептиков выглядят совершенно неубедительно. Выводы технических экспертов тоже говорят о подлинности артефактов. Значит, человек действительно мог видеть динозавров, а все наши представления об истории и происхождении человечества неверны. Подобные вопросы все чаще поднимаются в прессе и требуют вразумительного ответа. Чтобы покончить со всем этим, в январе 1975 года проводится хорошо спланированная операция, в которой активно участвуют центральные СМИ и полиция. Организаторы понимают, что Кабрера слишком известный и уважаемый в стране человек, декан медицинского факультета и потомок основателя города, и поэтому не рискуют напрямую обвинить его в подлоге. Они решают втянуть в эту историю простых необразованных крестьян. Для начала полиция задерживает двух местных жителей – Базилио Учуя и Ирму Гутеерос, у которых находят гравированные камни. При этом вся округа и без того хорошо знает, что они изготавливают уменьшенные копии камней и продают их туристам. Но в Перу, где черных археологов называют «уакерос» за разграбление могил грозит серьезный тюремный срок. В обмен на свободу задержанным предлагают признаться, что они изготавливали подделки и для профессора Кабреры. На допросе Учуя утверждает, что изготовил для продажи не более двух сотен подделок, имитируя подлинные образцы. При этом он всегда предупреждал, что его работа является всего лишь имитацией. Однако камней уже больше 15 тысяч. Полицейские требуют, чтобы Базилио и Ирма подписали заявление о том, что все эти камни сделаны ими. В противном случае их будут считать уакерос и посадят на долгий срок. И тогда их многодетные семьи останутся без кормильцев. Чтобы избежать тюрьмы, бедняги соглашаются поставить подписи и выходят на свободу. На месте сразу же оказывается группа столичных журналистов. Заранее зная имена арестованных, они направляются к ним домой. Причем являются туда раньше, чем освобожденные из отделения полиции хозяева. Репортерам приходится подождать, а пока они беседуют с женой Базилио. Она рассказывает, что ее мужа и соседку Ирму полицейские увели прямо среди ночи. На следующее утро подавленный и невыспавшийся Базилио дает интервью. Он демонстрирует журналистам нехитрую технологию изготовления подделок. Обмотав ладонь платком, Базилио вырезает на камне изображение сломанной пилой. Потом он обмазывает камень глиной и бросает его в костер, чтобы гравировка выглядела старой. Сделанный позже анализ покажет, что, разумеется, никакой патины в вырезанных бороздках нет. 17 января 1975 года в столичном журнале «Мундиаль» появляется сенсационная новость о том, что загадка коллекции доктора Кабреры наконец-то решена. Вернее, она разоблачена, поскольку никакой загадки нет. Статья выходит под названием «Сделано Базилио, учу я». Но почему-то без имени автора. Внимательные читатели сразу обнаруживают в ней массу несуразностей и взаимоисключающих моментов. Например, там приводятся слова из письменного заявления Базилио о том, что все гравированные камни из коллекции Кабреры – это его работа. Но чуть выше можно прочесть признание Ирмы Гутеерос в том, что она тоже изготавливала камни для Кабреры. Получается, что ретивые полицейские, бросившиеся выполнять приказ начальства, просто перестарались, обесценив тем самым всю свою работу. А журналисты не стали затруднять себя устранением противоречий, возникших в показаниях задержанных. В подтверждение обвинений Мундиаль публикует семь фотографий. Но, как выяснилось, одного и того же камня, о котором и так было известно, что он имитация. И никто даже не пытался выдать его за подлинник. Подробно описывая процесс изготовления подделок, журналисты совершенно не обратили внимание на то, что в собрании Кабреры есть несколько сотен камней, чьи размеры в десятки раз превышают упомянутые в статье небольшие камушки. Любой резчик по камню знает, что даже используя современную технику, покрыть художественной гравировкой гранитный валун метрового диаметра это не рядовая работа. А ведь те, кого считали изготовителями подделок, были простыми перуанскими крестьянами, а не профессиональными резчиками, и не располагали ни подъемными кранами, ни машинами для установки и перевозки тяжелых камней. Еще один казус случился с датами. Якобы Базилио сказал корреспондентам, что он начал гравировать камни в 1965 году. Но при этом вся страна помнила, что массовое появление необычных камней произошло в Акукахе еще в 1961 году, то есть на четыре года раньше, чем их подделкой занялся Учуя. В конце газетного материала приводилось интервью с префектом департамента города Ика Энрике Иго Гире, где этот чиновник признавался, что вся эта акция была организована сверху, поскольку существуют люди, заинтересованные в этом деле, которые звонят ему из Лимы и говорят, что надо делать. Не осталось сомнений, что эта статья, заказная, направленная на дискредитацию доктора Хавьера Кабреры и его коллекции. Но тем не менее план сработал. Всему миру было объявлено, что камни Ики представляют собой современные подделки. Никто из ученых не стал это оспаривать. Всех устроило, что никакой революции в палеонтологии и антропологии не потребовалось. Привычные представления о развитии жизни на Земле и истории человечества и на этот раз устояли. Тем не менее, музей гравированных камней вскоре приобрел широкую известность. Его стали посещать мировые знаменитости и даже монаршие особы. Королеве Швеции Сильвии Кабрера подарил свою книгу о камнях Ики. А королева Испании София настолько заинтересовалась артефактами, что профессор решил преподнести ей подарок. Камень длиной более полутора метров и весом более полутонны был отправлен во дворец Сарсуэла в Мадриде. Королева была ошеломлена размерами гравированного камня, который до сих пор находится в Дворцовом саду. Нападки местных властей и прессы подтолкнули Кабреру начать собственные исторические исследования. И вскоре он нашел упоминание о камнях Ики в старинных испанских летописях. Одно из самых ранних сообщений о гравированных камнях встречается в трактате Хуана де Санта Круса по Чикутти. Перечень документов в старины из Перу 1613 года. Это упоминание о камнях Ики, датированное началом 17 века, сводит к нулю вероятность того, что они являются современными подделками. Как это пытаются представить противники Кабреры? В апреле 1976 года Хавьер Кабрера опубликовал свой труд «Послание гравированных камней Ики», в котором описал коллекцию по основным темам рисунков и рассказал историю ее формирования. Большую же часть книги он посвятил развитию своей концепции доисторического человечества. Устоявшиеся знания кажутся нам незыблемыми, это правда. Но наука движется вперед, пытаясь понять, насколько они верны. Вот что было рядом с гравированными камнями. Сейчас я вам покажу. Там я увидел эти инструменты. Сделаны из человеческих костей. Это большая берцовая кость человека. Саму коллекцию профессор считал библиотекой в камне, дошедшей до нас от предыдущей великой цивилизации. Он называл ее посланием прежнего человечества. Она действительно является для нас посланием, так как никаких других письменных источников не дошло до нашего времени. Основные темы рисунков составляют отдельные серии, включающие от 6 до 200 камней. После многолетнего изучения Кабрера пришел к поразительному выводу, что на камнях изображены очертания древних материков, какими они были сотни миллионов лет назад. Профессор был убежден, что тогда человечеством управляли высшие существа из космоса, которые привили человеку стремление к познанию. Однако впоследствии люди начали использовать свои знания и способности только для удовлетворения материальных потребностей. Это привело к нарушению равновесия на Земле. Произошла глобальная катастрофа. Руководители знали о ней заранее, но предотвратить не смогли. Поэтому они распорядились создать эту своеобразную каменную библиотеку, как послание в будущее. Принять такую концепцию, похожую на научно-фантастический роман, ученые, конечно, не могли. Но нашлись специалисты, которые фактически поддержали Кабреру. Не признавая исторической подлинности его коллекции, они, тем не менее, опровергли главных оппонентов профессора, продолжавших, как заклинание, твердить, что гравированные камни ики дело рук необразованных перуанских крестьян. Не меньшей загадкой является и то, как и чем это было сделано. Кабрера, будучи потомственным аристократом, был вместе с тем большим гуманистом. Он с сочувствием относился к простому народу и поддерживал дружеские отношения с перуанскими коммунистами. С их помощью, еще в 1975 году, он отправил четыре камня из своей коллекции для исследования в нашу страну, в Институт археологии Академии наук СССР. Результаты этой экспертизы были опубликованы в журнале «Наука и жизнь». В конце 70-х, когда небольшая партия камней ики попала в Москву, я так и не смог раскопать по каким каналам, они были исследованы в одной из криминалистических лабораторий, скорее всего, в Институте судебной экспертизы. И советские исследователи подошли к этому вопросу, так сказать, с методологической точки зрения совершенно правильно. Они пробовали наносить на камни рисунки при помощи обсидиановых инструментов, при помощи бронзовых, медных, вплоть до современной инструментальной стали. Под микроскопом даже при небольшом увеличении видно, что бороздки рисунков имеют одинаковую ширину. Эксперты попробовали нанести гравировку при помощи различных инструментов. Для тестирования использовали современный напильник из инструментальной стали и древнее орудие из бронзы, кремния и обсидиана. От бронзы не осталось никаких следов. От остальных орудий незначительные царапины глубиной до двух десятых долей миллиметра. Тогда как глубина бороздок, образующих рисунки на камнях, достигала одного миллиметра. Ни один инструмент не смог нанести на камни такие же аналогичные гравированные бороздки, как имели эти артефакты. В конце концов, в лаборатории взяли бормашину и попытались использовать ее для нанесения гравировки. И после определенных попыток, получив небольшой навык, стали получать что-то похожее. Советские исследователи тоже считали камни ики подделками. Но они были бы сильно удивлены, узнав, что в Перу, основываясь на признаниях базилио-учуи, полученных полицейскими методами, всерьез считают, что борозды на камнях нанесены обыкновенной пилкой. Наши эксперты сделали вывод, что подобные следы можно оставить только современной бормашиной. Благодаря их работе легенда о крестьянах-граверах и авантюристе-профессоре окончательно рухнула. Мы сами пробовали такую вещь на камне ики. На мой взгляд, следы различаются и значительно сильно. То есть, они схожи только по ширине бороздок. Но при пристальном изучении видно, что камни ики это ручная гравировка, не машинная. И опять-таки стоит вопрос, тогда какой инструмент используется для этого. Исследователь из России Андрей Жуков, написавший книгу о камнях ики во время своей поездки в Перу в 2004 году, вместе с коллегой из США Деннисом Свифтом рассматривал в музее, созданном Кабрерой, несколько камней при помощи двухсоткратного микроскопа. Гравированные бороздки с ровными краями имели глубину около одного миллиметра. Параллельные линии выглядели так, как будто их наносили по шаблону или как минимум по линейке. Никаких следов карандаша, которым фальсификаторы якобы делали предварительные эскизы, обнаружено не было. Также в бороздках не было обнаружено микрочастиц металла, обычно остающихся от инструментов. Зато в микроскоп было прекрасно видно, что гравировка имеет такой же слой оксидной патины, как и вся поверхность. Все это не оставляло сомнений в подлинности древних артефактов. Снимки, сделанные под микроскопом, наглядно демонстрируют резкий контраст между древней и современной техникой гравировки. Деннис Свифт отправил имитации камней ики в две разные лаборатории для экспертизы. Полученные там независимо друг от друга результаты оказались очень схожи. На камне, изготовленном базилио-учуя, в бороздках были обнаружены микроскопические частицы стали и кварца, оставшиеся от соприкосновения с инструментами. Борозды не имели следов естественной оксидной патины, тогда как нетронутая поверхность камня была покрыта оксидной пленкой. Сами борозды были гораздо светлее, чем на двух других камнях. Все это однозначно свидетельствовало о современном происхождении гравировки. В таких сухих почвах, как в Перу, покрытие поверхности предметов патиной происходит крайне медленно, в отличие от стран с более влажным климатом. Все предметы из органических и неорганических материалов, обнаруженные в погребениях центрального побережья Перу, имеют прекрасную сохранность. На керамических сосудах оксидная пленка либо отсутствует, либо совершенно неразличима даже при значительном увеличении. А все подлинные камни ики, подвергшиеся экспертизе, имели весьма заметный слой патины, как по всей поверхности, так и внутри борозд гравировки. Дело в том, что проведение лабораторных исследований с артефактами из камня достаточно затруднено и ограничено в силу того, что это именно камень, а не органика. Поэтому спектр очень ограничен. Тем не менее, мы проводили анализы как в Перу, так и в Москве на предмет нахождения в бороздках гравировки на камнях ики каких-либо следов микровключений от использованных инструментов, что как бы всегда должно быть, когда камень режется инструментом, остаются вкрапления микрочастицы. В наших анализах мы не обнаружили никаких микровключений от металлических инструментов, которыми могли бы быть сделаны вот эти рисунки на андезите, на вулканическом граните, из которого, как говорится, и сделаны камни ики. Получается парадоксальная вещь. След, проделанный инструментом, есть, а вот от самого инструмента никаких следов не осталось и нельзя определить, из чего он был изготовлен. Не менее поразительные выводы были сделаны и относительно техники нанесения рисунков. Исследования показали, что рисунки на некоторых камнях были выполнены в технике низкого рельефа. Изображение на полтора миллиметра выступает над поверхностью фона. Это означает, что не бороздки были вырезаны, а большая часть поверхности была сточена и стала ниже, как на барельефах. Но подобные вещи сделать стальной пилкой уже просто невозможно. Ученые не смогли дать ответа, каким образом это могло быть выполнено. Возможно, древний художник использовал алмазный резец. Но это означает не только очень высокий, фактически современный уровень технологий, но также и очень большие затраты времени на изготовление. Для того, чтобы приписать подобный результат работе одиночек из деревни, нужно предположить, что в их распоряжении был целый цех с современными инструментами. Между тем, в Акукахе ни тогда, ни позже ничего подобного не было. Но проблема не только в этом. Соответственно, возникает не то, что интересный вопрос, а даже недоумевающий вопрос. Это твердая порода, глуканическая порода. Ее резать нужно более плотным инструментом. Но неделю уже ее резали. Тем не менее, под микроскопом мы видели следы от инструментов в Москве. То есть, как будто такие малюсенькие долотцы с шириной лезвия 1,5-2 миллиметра. Но представить себе такой инструмент для обработки валунов до полуметра в диаметре сплошь по кругу рисунков мы не можем. Значит, скорее всего, можно, я бы предположил, что поверхность этих вот андезитовых валунов предварительно обрабатывалась, меняла свои свойства, и это позволяло использовать для нанесения гравированных рисунков инструменты из мягкого металла вплоть или дерева даже, или кости. А потом она опять-таки затвердевала, таким образом получались те предметы, которые мы сегодня видим. В Перу существуют легенды о том, что предки инков могли получать какую-то необычную смесь из особых растений, которая позволяла размягчать камни. Эта гипотеза может служить единственным объяснением феноменальной формы кладки древних крепостей, которую историки и археологи называют полигональной. Камни сложены так, что буквально сцеплены друг с другом в единое целое. Причем местами, как, например, в крепостях Саксоиаман, недалеко от столицы инков Куско, это сделано с глыбами весом более трехсот тонн. Они имеют множество выступов, входят в специальные пазы в соседних камнях. Такие формы имеют максимальную, предельную даже по нашим меркам сейсмоустойчивость, которая для Перу, где бывают частые и сильные землетрясения, очень важна. Никаких других рациональных объяснений, каким образом можно было возвести подобные уникальные творения, у современной науки пока нет. Незадолго до своей смерти профессор Кабреро сообщил, что ему удалось отыскать таинственную кладовую, в которой хранится огромное количество камней и керамических статуэток. Он говорил, что она расположена в гранитных пещерах на полуострове Паракас, но точное местоположение назвать отказался. Кабреро считал, что время для открытия всех тайн камней Ики еще не настало. К концу 20 века были обнаружены новые доказательства подлинности древних артефактов из коллекции Хавьера Кабреры и Вальдемара Джульсруда. Дело в том, что бронтозавры, изображенные на камнях и в скульптурной пластике, имеют спинные пластины. Но в середине 20 века о наличии пластин у этого вида древних ящеров даже палеонтологам еще не было известно. То, что бронтозавры выглядели именно так, было установлено лишь в 1992 году. ДИПЛОДОКОВ Как, собственно говоря, вот есть очень много изображений, кстати, вакамбра и на камнях Ике, когда стала известна коррекция камня Ике, когда его уже объявили фальсификацией, палеонтологи в том числе использовали этот аргумент, что у диплодоков не было пластинной спины. Типа нам-то известны. А потом выяснилось, уже когда были сделаны новые находки, это уже конец 20 века, были найдены отпечатки, где действительно есть эти пластины. Другое дело, что они состояли из мягких речевых тканей и, естественно, в большинстве случаев не сохранялись. А здесь вот повезло, что они все-таки отпечатались и донесли эту информацию. То есть палеонтологи о пластинах на спине этих животных узнали уже потом. Бронтозавры или как их теперь называют апатозавры жили около 150 миллионов лет назад на территории нынешней Северной Америки. Это были одни из крупнейших представителей зауропод. К ним относились и диплодоки. По иронии истории, именно то, что было одним из главных аргументов обвинителей доктора Кабреры, на самом деле неопровержимо свидетельствовало в его пользу. Если принимать камни ики и статуэтки из-за камбара за поделки середины прошлого века, то придется признать, что деревенские кустари могли знать о динозаврах больше, чем тогдашние палеонтологи. Значит, человек действительно видел гигантских ящеров, раз их так верно изобразил. Однако этой удивительной деталью дело не ограничилось. вскоре и профессиональные археологи начали находить новые свидетельства того, что люди и динозавры действительно жили рядом друг с другом. Мы видим, что здесь, в районе пустыни Акухаке, были найдены кости динозавров и вместе с ними кости человека, относящиеся к той же эпохе. Человеческие кости были найдены также в окаменевшем состоянии. Но что означают эти свидетельства? Был ли человек на планете уже много миллионов лет назад? Или динозавры могли дожить до недавних времен, как это предположил американский историк и антрополог профессор Чарльз Хепгуд? А может есть еще какая-то другая разгадка тайны камней Ики, о которой пока никто и не подозревает? Профессор Хавьер Кабреро скончался в декабре 2001 года. После его ухода коллекция перешла по наследству к его дочерям, младшая из которых Евгения учредила ассоциацию для постройки нового музея, поскольку собрание камней Ики все еще хранится в их доме на главной площади Лимы Пласа Дель Армос. А желающие увидеть удивительные артефакты приезжают сюда со всех концов света. Такие исследователи, как Хавьер Кабреро и Вальдемар Джульсрут имели мужество противостоять мнению большинства и отстаивать свои взгляды до конца. Благодаря этим людям мир узнал о поразительных феноменах. Подлинность их находок все равно рано или поздно будет признана. Но пока многие специалисты не хотят считаться с неудобными фактами и поэтому работы древних мастеров до сих пор остаются неразгаданной тайной. Правда, ситуация постепенно меняется. Ведутся серьезные исследования в разных странах и все главные открытия еще впереди. А значит и наш рассказ о человеке эпохи динозавров и его каменных письмах обязательно будет продолжен.